Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о прекрасном, о библиотеке, о библиотеке современной, о цифровизации, о том, что сегодня не просто можно прийти, взять старенькую книжку, где-то расписаться, где-то записаться, а есть такое понятие, как цифра. И с помощью цифры можно многое. И библиотеки, ну, собственно говоря, в Люберцах они всегда были на высоком уровне, но сегодня они имеют вот такой еще новый некий статус. Об этом будем говорить с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Впрочем, они уже были у нас в гостях, но для вас еще раз повторю. Евгения Евгеньевна Ерченкова, генеральный директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина, член общественной палаты городского круга Люберцы, и Михаил Александрович Водопьянов, руководитель структурного подразделения Центральная детская библиотека «Бригантина». Здравствуйте! Здравствуйте! Приятно видеть, когда библиотечным делом занимаются такие люди с такими горящими глазами, да? Что многих кажется, что библиотека – это что-то скрипучее такое, старое, открывающаяся дверь и так далее. Вот первый вопрос, Евгения. Кто приходит в библиотеку сегодня? Кто этот гражданин? Граждане, начиная, наверное, от нуля лет и заканчивая столетием. То есть спрос есть? Спрос есть, спрос растет, потому что все равно сейчас развивается все в сторону интеллекта, то есть люди прокачивают больше интеллекта и приходят в библиотеку с учетом нашего формата нового работы еще больше, потому что становится интереснее у нас. Ну, то есть они понимают, что в книгах есть что-то то, чего нет иногда в интернете, правильно? Ну, совершенно верно. И в интернете иногда есть то, что может добавить то, что есть в книге. Получается симбиоз, правильно? Да, совершенно верно. К тому же в последнее время в интернете во многих источниках информация не очень точная. Многие люди тоже это заметили. А люди верят. Вот что самое страшное. Книги-то мы всегда верили, что в книге-то не напишут ерунду. Там есть составитель, он проверит, ошибку исправят. Помните, раньше еще, кстати, книжечку вкладывали, если даже уже не заметили, и все равно в конце маленькая бумажка, где-то там на 35-й странице обнаружено отсутствие запятой. И написано, значит, что ошиблись. Поэтому книга, она всегда все равно была таким источником доверия. Интернет, вы правы, он может нас подставить. Совершенно верно. Может дать неверную информацию какую-то, и человек уйдет мыслями не в ту сторону. Ну, вы как главный руководитель, но у нас же есть еще Михаил Александрович, который там с дитями, как говорят в таких случаях, работает, а они иногда продвинутые, да, и вот некоторые взрослые переживают, волнуют. Как это вообще понять? Современный ребенок, библиотеку. Ну да, если учитель там заставил, да, срочно в библиотеку. А ведь дети у нас сидят все, у них пальцы так развиты, что они, мне кажется, эту книгу могут вот так перелистать быстро. Что детская библиотека сегодня? Пользуется популярность? Конечно, пользуется. На самом деле, если говорить, в принципе, о библиотеках, мы же говорим о том, что мы сейчас не просто выдаем книги, да, то есть у нас не просто книга и все на этом. То есть мы предлагаем большое количество разных мероприятий, в том числе и для детей, но также и для взрослых, у нас по всем библиотекам проходит. То есть мы уже мини-таки КДУ, наверное, ДК, то есть вот такие вот уже потому что... Приближенные к людям, да? Да, да, то есть, но более домашняя некая такая обстановка, потому что мы находимся ближе, мы находимся на расстоянии вытянутой руки, и, соответственно, к нам удобно прийти всей семьей. Вот именно вот этого мы добиваемся сейчас в нашей детской библиотеке. У нас ходят семьями, у нас проходят разные мероприятия, именно касаемые, допустим, году семьи посвященной, которая сейчас актуальна. То есть если говорить о библиотеке сейчас в целом, то не нужно забывать о том, что книга – это, конечно, главное и первое, но мы все равно еще работаем над тем, чтобы проводить разные мероприятия для того, чтобы прививать любовь к чтению тому же самому подрастающему поколению. Прошли те времена, когда в библиотеке нужно было вести себя тихо, сейчас можно вести себя громко, можно участвовать в квестах, можно участвовать в разных кризах, можно читать стихи, можно в литературных клубах наших дискутировать на ту или иную тему книги какой-то. То есть достаточно большое количество разных направлений мы пытаемся обходить, и на самом деле мы находимся в постоянном диалоге с родителями детей, что бы хотелось нового, что бы хотелось интересного. В прошлый раз мы уже говорили, что у нас произошел стартап того же самого китайского языка, он сейчас благополучно работает, развивается. Соответственно, как бы говорить о том, что библиотека – это уже шагаем, семимильными шагами вперед, да. И вот до недавнего, наверное, времени нам не то, что не хватало, но чтобы современной библиотекой быть или современными какими-то моментами, мы уже на какие-то моменты цифровизации и того, что с интернетом работа, национальная электронная библиотека у нас есть, то есть нам не хватало каких-то таких сервисов, которые сейчас вот как раз мы с успехом начинаем вводить при помощи нового вот этого предложения «Мое», дабы можно было более удобно предлагать услуги нашим читателям, чтобы они более комфортно себя чувствовали, когда заказывают ту же самую ту или иную книгу, и не нужно лишний раз приходить в библиотеку, да, то есть для того, чтобы ее взять. Наверное, важно, ну, как я для себя понимаю, потому что я же еще из той эпохи у нас, кстати, когда я совсем маленьким был, прям в доме была своя еще, была так модная, как сказать, дворовая, что ли, библиотека, и там много книг, ну, видимо, все старые туда свозили, и мне нравилось, что какие-то необычные были вещи. То есть тут еще такой интересный момент, это как бы и от музейной части, да, от части истории, как это в книгах было, до цифры, то есть это такой невероятный есть, ну, скажем, вектор, что ли, направление. И вот тут я знаю, что новый региональный цифровой сервис существует у нас, в библиотеке Подмосковья, верно? Что это такое? Ой, это как раз вот о чем говорил Михаил, то, чего нам вот не хватало, вот, наверное, единственного работы в современном формате. Вы куда-то подключились теперь все вместе? Да, мы все вместе, все библиотеки Московской области, мы подключились к порталу, который называется biblio.mosreg.ru, и любой житель Московской области может пройти регистрацию через свою учетную запись госуслуг и посещать любую библиотеку, абсолютно как бы не привязываясь к своему там определенному местонахождению, он может видеть книги всех библиотек, то есть, соответственно, не надо тратить время, чтобы куда-то ехать, да, и спрашивать, а у вас есть такая-то книга или там звонить? Слушайте, такая конкуренция, мне кажется, книжным магазинам, я в последнее время в них стараюсь все меньше заходить, потому что заходишь и сразу грустно становится, потому что надо прям со всей зарплаты туда идти. Вот, и, например, приезжая в Питер, да, ну, Питер у нас культурная столица, я вот там такие, ну, здесь есть знаменитые книжные магазины, где, кстати, тоже они похожи сейчас на библиотеку, люди приходят, берут там чашечку кофе, например, читают, собираются, кстати, молодые компании, я видел, обсуждают что-то, играют в настольные игры, вот, листают книги и так далее. То есть, наверное, в какой-то степени библиотеки сейчас опережают книжный бизнес вот в плане подхода к людям, что мы вам и так можете, и вот так, и даже вот так. Ну, может быть, не опережаем, наверное, как-то идем вровень. Ну, делайте удобным этот курс. Делаем удобным и делаем комфортным, чтобы люди действительно приходили и могли, да, взять чашечку кофе у нас в библиотеках, пожалуйста, вот взял книжку, почитал, позвал друзей, посидели что-то, обсудили, пришел со своим ноутбуком, поработал. То есть вот абсолютно все какие-то современные доступные услуги мы предоставляем. Вот. Ну и плюс вот этот вот сервис, который позволяет, ну, утром, выпивая кофе, то есть посмотреть, чего ты хочешь почитать, одной кнопкой нажать книжку забронировать, и когда будет свободное время, в обед вечером забежать, и тебе готовую ее дадут. Ну вот тут давайте мы тоже вспомним старые советские времена, читательский билет, я помню, такой, ты подходишь, такой старый, значит, должен быть деревянный какая-то, а женщина сидит, читательский билет, что-то там выписали тебе, в книжечку положили. На 17-й, по-моему, странице всегда стояла печаль библиотеки. Еще сказали тихо, нужно северистеть. Нет, не сказали даже, а посмотрели вот так вот. И ты как бы, спасибо, да, и тихонечко, не шурша, ничем. Я знаю, что теперь есть некий единый электронный читательский билет. Это вот... Ну, собственно, да, о чем рассказываем. То есть вот эта регистрация, она позволяет делать абсолютно все, вот, как говорится, одним кликом в одном окне. То есть там можно книжку найти любую, забронировать в любой библиотеке, прийти забрать. Которую, ну, в силу ряда причин, есть только у нас. И человек может приехать к вам, например, если ему очень надо, да, приехать именно к вашему. Совершенно верно. И в дальнейшем это будет сервис развиваться, то есть можно будет оформить доставку. Если человек заказал, нашел книгу в Одинцово, условно говоря, то есть портал новый, он дорабатывается постоянно, и он еще будет, естественно, улучшаться и усовершенствоваться. Но скоро придет к тому, что да, он увидел книгу в Одинцово, он ее заказал там, и каким-то образом скоро будет налажена логистика, что ему привезут в Люберцы в любую удобную библиотеку, которая находится рядом там с домом или с работой. Ну, сейчас во второй части будем тоже говорить о цифровизации, о разных подходах, потому что мы понимаем, что есть новые книги, о фондах поговорим, как вы их приобретаете, чего вы не приобретаете и так далее. Но вот есть тут еще такой момент, существует же сейчас развитие электронных книг, да, и насколько электронная книга вам сегодня является, ну, конкурентом? Или вы тоже можете рассматривать и в будущем такой вариант, что электронная книга – это же тоже библиотека своего рода, войдет? На самом деле не стоит на месте прогресса, это нужно понимать, мы это тоже прекрасно понимаем, кому-то удобно пользоваться электронным вариантом, но большой пласт населения остаются те, которые предпочитают бумажную книгу, потому что бумажная книга – это совершенно что-то такое неописательное, то есть не сравнить, да, это не сравнить, конечно же, с тем самым, как вы правильно заметили, почему мы говорим о том, что в библиотеку хочется и нужно ходить, потому что в книжном магазине цены кусаются, а у нас большое количество новинок, которые у нас есть. Во второй части об этом поговорим, расскажите, как вы это делаете. Ну, говорить о электронных книгах, да, то есть, конечно же, все не стоит на месте, и, мне кажется, наступит когда-то такой момент, когда и в электронном формате тоже будет большая часть там литературы профессиональной. Ну, то есть, наверное, будет возможность библиотека приобретает новый, там, скажем, новый фонд, да, или как это у вас называется, и параллельно, если у этой книги есть электронная версия, ну, сейчас так многие же авторы выпускают, да, вот у меня студент выпускает свои книги, он так и делает, то есть, у него есть книга и электронная версия, вот. И если человеку удобно, но, опять же, библиотека – это еще, чем я хотел закончить, быть первую часть, это же еще некая культура чтения, некое ощущение, ну, перелистывания, не только для людей, но старой формации. Почему? Потому что, особенно книги, которые, ну, уже, ну, как скажем, букинистического такого уже склада, да, ты как будто бы со временем себе, вроде тот же «Мастера Маргарита». Сегодня, как вы понимаете, после выхода любого сериала эти книги штампуют из такой фотографии, из такой, и так, и сяк. Но когда вы находите в библиотеке там что-нибудь старенькое, ты понимаешь, что это вот тогда люди читали. Мне кажется, это тоже интересно. Ну, иногда бывает, что люди возвращают книги, а ты ее открываешь, а там какие-то вот, ну, заметочки, то есть, как вы говорите, люди старшего поколения, которые вот есть такие, читают с карандашиком. И хотя мы, конечно, просим, что библиотечную книгу, ну, как ты думаешь, вот, нехорошо, но все равно, ну, не знаю, становится сараритетом потом. Вот, и потом, действительно, ты ее открываешь, и ты смотришь, там человек какую-то там мысль там записал, или что-то вот он подчеркнул, и думаешь, ну, вот интересно, да, почему вот он выделил именно это, да, почему вот он вот какой-то... Ну, да. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Евгения Евгеньевна Ерченкова, генеральный директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина и Михаил Александрович Водопьянов, руководитель структурного подразделения Центральная детская библиотека «Бригантина». Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Евгения Евгеньевна Ерченкова, генеральный директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина, которая в городском округе Люберцы всем известна, Михаил Александрович Водопьянов, руководитель структурного подразделения Центральная детская библиотека «Бригантина». И очень приятно, что мы говорим о новом, современном подходе к библиотечному делу. И, как я и обещал, такой вот вопрос. Вот выходит какое-то произведение, хорошее, разрешенное, продающееся, которое стоит, наверное, в лучшем случае, начиная от 1000 рублей, вот с таким еще жрифтом. Оно небольшое потом, так кажется. Ну, вот так печатают, чтобы книга там со всеми делами. Вот. Заходит поклонник чтения и понимает, что нет, 1000 рублей он не готов заплатить. Вот. Некоторые думают, что, ну, в библиотеке когда это появится? Вот как вы приобретаете книги? Каков подход? Потому что есть книги, ну, художественного направления, разного другого. И какова их год выпуска? Как это вообще работает? Книги мы приобретаем один раз в год, стабильно. Сейчас нам очень повезло. Четвертый год мы в национальном проекте. То есть нас очень хорошо финансируют на новую литературу. То есть вы их за деньги покупаете? Естественно, конечно. А, я думал, раз, 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 хочу вот это, это, это. Ну, вот это, 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 но и за деньги. Ну, и за деньги, да. Вот. Соответственно, участвуют в этом национальном проекте три бюджета, и федеральный, и региональный, и местный, муниципальный. И мы вот сейчас в этом проекте практически на 70% мы обновили фонд, чему мы очень рады. И когда мы комплектуем новый фонд, у нас несколько факторов учитывается. То есть первый, это как раз читательский спрос. Это то, что люди чаще всего спрашивают, но у нас, к сожалению, этого по каким-то причинам нет. Второй критерий – это школьная литература и то, что положено. Третий критерий – это книги, которые пользуются популярностью. Всегда. Ветхость и негодность, потому что они зачитаны и требуются уже обновить экземпляры. То есть вы их узнаете, а новые обновления. Да, совершенно верно. Ну и дальше уже там в малых долях распределяют лауреаты Букера, Ясные Поляны. А, это обязаловка как бы, да? Ну, не обязаловка, но в хорошем смысле. Но они лауреаты, да. И когда выходят награждения, премии, какие-то публикации в прессе, что вот такой-то автор там получил что-то, то всё равно есть у читателя интерес. А за что же он там получил-то? Хань, да почитаем-ка мы, пойдём. Бесплатно пойдём и почитаем. Зачем тратить, вдруг не понравится. А если понравится, может, потом купим в магазине. Но вот если сравнивать среднестатистический книжный магазин, я не беру супербольшой, навороченный, и библиотеку, вот в процентном соотношении, там же есть книги, ну, есть художественное направление, там есть, я не знаю, книги, профессиональное направление книги, как научиться играть на гитаре, как, может быть, ноты какие-то есть. Вот этого у вас нет? Я, на самом деле, по своему примеру могу рассказать, что я вот, как сказать, недавно был в книжном магазине и посмотрел ассортимент. Перекрестились там, наверное, да? Ну, по ценам, да, я даже не хочу об этом говорить, просто смысл в том, что направлений действительно много, но в библиотеке, конечно же, больше это нужно понимать. И если говорить про книжные магазины, они, конечно, больше заточены прямо на новинки. То есть если говорить о литературе, им надо продать. Там очень много, даже, я бы сказал, есть таких авторов, которых, ну, с первого раза-то ты и не знаешь, да, то есть вот от слова совсем, вот, но у них работают хорошо там вот эти вот, как бы, продажные полки, да, то есть вот это все, то есть там вот завязано. А так посмотреть по факту книг-то у них, если сравнить даже с самой маленькой нашей библиотекой, в разы меньше, в разы, и по направлениям тоже, то есть, а если говорить о профессиональной, как там научиться на гитаре, там и так далее, у нас тоже есть разное дело, если говорить там про центральную библиотеку, у нас там целый нотно-музыкальный отдел, в котором можно найти профессиональную информацию по, и вплоть до того, что у нас пластинки даже виниловые можно прийти и послушать, да, которые вот прям в классическом своем состоянии, мы их сохранили, они у нас лежат, стоят, и даже есть проект, проигрыватель, прошу прощения, вот, для тех, кто хочет воспользоваться и по, естественно, профессиональной информации, в том числе нотной информации, очень много, которые можно брать и пользоваться, учиться. То есть, это не только элемент развлечения, но для людей, которые действительно, что же там греха таить, хотят сэкономить, прийти и прочесть, но это люди, которые действительно могут научиться, могут посмотреть старую школу, а я должен сказать, что если говорить о нотах, а коли мы уж такие с вами классические, то в любом театре мира вы увидите людей, которые по нотам там изучают, и чем ноты ветхого вида такого, тем кажется, ну, вот, это кто-то когда-то писал. Ну, так принято, да? Вот, можно новые ноты, новые направления и так далее. И это хорошо, здорово. Почему? Потому что ломается, опять же, стереотип, что, а что, в библиотеку идти, книги, что ли, читать? Так я дома могу прочесть, да? Мало кто знает, что у нас библиотеки несут основную функцию – это просвещение. Мы находимся на грани между образованием и культурой, ну, мы относимся к культуре, но все равно наша главная цель – это просвещение. Просвещение в разных направлениях. Это и самообразование, и художественная литература, и, соответственно, по направлению психологии и так далее, разных наук, точных, гуманитарных наук. А у нас большое количество литератур, которым можно воспользоваться, даже если вот человек, ну, вот, учится, ему что-то необходимо. Но многие об этом забывают, потому что… Даже диплом, когда этот чек готовят, студент вполне может… Да, просто многие об этом забывают о том, что в библиотеке действительно кладезь информации, которую можно найти в большом количестве. Ну, давайте мы еще Евгению Евгеньевну подключим, а то она заскучала немножечко, да? А что говорят люди по поводу вот этих нововведений? Одно дело, вот вы стараетесь, мы видим даже два интервью с такой разницей, уже совсем о другом говорим. Насколько люди кого-то еще приводят? Вы же следите за тем, какое разносится эхо, как, что, чего говорят? Нравится вообще? Ну, в целом, как мы сейчас работаем, людям нравится. Что еще хотят, может быть? Может, какие-то еще у них есть требования? Да, ну, собственно, вот в том формате, в котором работаем, наверное, нет. То есть люди действительно довольны. Те, кто долго не были, они приходят, очень удивляются, говорят, ой, как здорово, как классно, а это можно, а то, а дайте мне какой-нибудь буклет, я потом еще приду, я там подругу приведу, я там ребенку расскажу. Приведи друга. Да, приведи друга. То есть в этом плане все хорошо, но вот если вернуться к теме вот нашей цифровизации нововведений, то тут, конечно, вот у нас вступает вот этот вот человеческий фактор, когда мы все-таки, ну, ленивы, по сути своей, и не очень любим каких-то перемен и чего-то нового. И вот... Долго обучать надо. Да, немножечко вот так вот идет отторжение. Хотя на самом деле... А я хочу так, вот раньше было так. Вот. Ну да, совершенно верно. А почему я должен там где-то регистрироваться? А я не хочу. Вот. Ну, то есть... Мне кажется, мы уже все зарегистрированы давно. Ну, совершенно верно. Да, об этом и речь. Что, в общем-то, тут эпоха цифровизации, она везде. Каждый человек хоть раз ходил в поликлинику, там, в частный медицинский центр. Ну, в этом же прелесть. Мы прекрасно помним, что для Любилица библиотеки Сергея Есенина это такой, ну, символ, да? Вот. В каждом городе есть какие-то символы. И неважно, сколько времени проходит. И то, что мы сегодня регистрируемся, вот еще раз хочу обратить на это внимание, ну, насколько я понял. Ведь это прекрасно. Ну, вот мы сейчас тоже готовим очередной исторический проект. Мы уже работали тоже, в том числе, из библиотеки, когда делали фильм про Гагарина. Понимаете, берешь вот газету, подписку того времени, и вроде бы, ну, ее же уже давно никто не трогал, например. Но такое ощущение, что пыль этого 68-го года лежит на ней. И совсем другое отношение. Нет этой газеты. Нужен тебе, не знаю, там, Коломенский рабочий, да? Или там что-то в Московской области еще. Раз, вошли в систему. Я думаю, что так будет. То есть практически ты все сможешь увидеть. И все равно ты даже, как, ну, с архивами сегодня работают, ты даже видишь уже распечатанный документ, но тебе все равно хочется поехать, его заказать, попросить и получить. Поэтому я предлагаю нашим зрителям, особенно старшего возраста, наоборот, обрадоваться, что мы уходим от этих бумажек, тем более, что люди же иногда забывают. И, кстати, эта же система, наверное, позволяет вам напомнить, что книжечку-то пора вернуть. Да, эта система, помимо читателей, очень удобна для нас, как для библиотекарей, потому что это идет автоматическая рассылка. То есть уже не исчезнет, не растворится. Не исчезнет, не растворится. И нам не надо тратить время на то, чтобы обзванивать должников, там как-то им напоминать. То есть система сама напомнит им, что вот у вас через три дня истекает срок чтения книги. То есть либо продлите, вот, опять же, это можно, не надо уже идти в библиотеку или звонить, там, продлите мне, пожалуйста, а какой у вас номер читательского билета, а когда вы брали, а какую книжку. То есть в системе можно просто нажать кнопку, продлите, и все. И библиотекарь нажмет подтвердить, и будет в течение пяти секунд удобно обеим сторонам. У нас остается не так много времени. Поговорили о цифровизации, но все-таки вернемся еще к вас. Сильной стороной вашего проекта, такого глобального, библиотечного, еще является привлечение за счет всевозможных программ. Вот, как вы сказали, такие маленькие дворцы культуры, на даму, что называется. Вот в этом направлении продолжаете работать, думаете над какими-то... Ну, и потом есть писатели, у которых там какие-то юбилеи или события. Вот. Эта работа продолжается в художественно-таком публицистическом направлении. Концерты всякие. Безусловно, это продолжается. Михаил, может быть, расскажет про культурный код? Да, у нас на самом деле как бы продолжается в том плане, что у нас очень большое количество, как я уже говорил, мероприятий разного характера. И в этом году мы уделили внимание культурному коду, то, что по Подмосковью запустили хорошую программу. Да, то есть, да, есть люди, которые знаменитости, известные личности, которые отметились у нас в городе, и мы не можем как библиотека тоже пройти мимо этого. Мы приготовили ряд мероприятий по личностям, которые знамениты присутствием в нашем городском округе Люберце. В большом количестве. То есть, есть еще идеи, как привести это к какому-то другому, но это уже будет в летний период, да, то есть, воспроизводиться возможно. Так, в принципе, про мероприятия, что могу сказать? У нас и развлекательные, и по писателям, если говорить, вот как вы сказали, то есть, мы никуда не убираем эту деятельность. У нас есть писатели-юбиляры, календарные даты, да, то есть, мы по ним следуем. Календарных и праздников у нас действительно очень много, знаменательных даты у нас очень много. Это мы знаем, там, обычный житель знает, к примеру, что есть 8 марта, да, то есть, там, я не знаю, 23 февраля, да, то есть, вот так вот. Но если открыть календарный праздничный план, то есть, он достаточно большой. Ну, и мы к тому, что еще хотели бы сказать, что и на эти мероприятия тоже сейчас портал дает прекрасную возможность, потому что человеку будет оповещаться о том, что у нас будет проходить такие-то иные мероприятия, и можно записаться на эти мероприятия. И я бы, наверное, знаете, как правильно сказал, наверное, неправильно говорить слово регистрироваться. Вот, это неправильно, потому что мы точно так же записываемся в библиотеку, как мы делали это раньше, на бумажный формуляр, только сейчас в условиях современного мира и в условиях цифровизации это происходит немножечко по-другому. И поэтому нужно к этому относиться, это, наверное, ко всем такой вот посыл, потому что вы просто записываетесь в библиотеку, чтобы вам было удобно, по-новому. Вот по-новому мы говорили сегодня с замечательными людьми, которые продвигают библиотечное дело, по-новому, с помощью цифровизации, с помощью людей неравнодушных, и тем самым доказывая, что, помните, разговаривали, вот, зачем библиотеки, был такой период. А на самом деле это действительно такое необходимое подспорье для любого цивилизованного человека, от мала до велика. У нас в гостях были Евгения Евгеньевна Ерченкова, генеральный директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина, а также Михаил Александрович Водопьянов, руководитель структурного подразделения Центральная детская библиотека «Бригантина». Спасибо вам большое, успехов вам в вашем библиотечном деле. Ну а программа «Открытый диалог» завершена. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова